Антитабачный закон вступил в силу еще год назад, но с начала лета список мест, где запрещено курить, увеличивается, как и размер штрафов. Ну понятно, что это все закрытые помещения. То есть помещения, откуда человек не сможет убежать, не сможет уйти, не получив дозу табачного дыма. Ну понятно, что это детские площадки, да, но детские площадки уже были. Ну здесь мы еще раз напоминаем. Понятно, что это транспорт. Человек тоже не сможет никуда уйти из транспорта. Вот вот такие вещи. Ну это в принципе логично. И это не ущемление прав курильщиков, уверен Эрнест Эшмаков. Закон направлен на защиту тех, кто находится рядом. Кстати, он является координатором рабочей группы в администрации города по реализации этого закона. На этой рабочей группе была создана городская молодежная дружина, которая сейчас совместно с правоохранительными органами осуществляет рейды, смотрит, насколько действует закон, ну и готовит людей. Готовит людей к тому, что нужно делать, если курильщики не соблюдают закон. С этой же целью волонтеры раздают и расклеят вот такие памятки. Что делать, если курят в транспорте, во дворах или на работе? Нужны просто для этого какие-то отведенные места. Хочешь травиться, пожалуйста, себе находи укромное местечко, там занимайся чем хочешь. Но не трави других. Да, не трави других, это обязательно. У нас и так экология, так что здоровье сейчас важно очень. Арина Макарова, Константин Белов, новости Димитровграда.